Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Чувашии. Два пациента выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением находится 1076 человек. 159 госпитализированы. Об этом депутатам на сессии госсовета в режиме онлайн сообщил министр здравоохранения Республики Владимир Степанов. Анализ сложившейся ситуации по заболеванию новой коронавирусной инфекцией указывает на ведущую роль завозных случаев из Москвы. Это порядка 40% случаев. Случаев завоза из других государств всего три. Один из Бразилии, два из Доминиканской Республики, остальные лица контактные. Также сформировалось два очага новой коронавирусной инфекции, находящейся в организации, находящейся в подведении здраво в Чувашской Республике. Это вторая городская больница, 8 сотрудников, 17 пациентов. И городской клинический центр, 10 сотрудников. На сегодняшний день пациентов в городском клиническом центре нет. Все они изолированы. На карантинных мероприятиях также находится терапевтическое отделение Урмарска в центральной районе больницы, где был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией, но в свое время переведен в больницу скорой медицинской помощи. Анализ сотрудников пациентов в центральной районе больницы показали отрицательный результат, что радует. По истечении карантинного периода ограничения будут сняты. Вся работа по последней работе медицинской организации пациентов проведена. Более 50 тысяч просмотров эфиров всего за неделю. В Чебоксарах по инициативе городского управления образования стартовал особый познавательно-занимательный проект для школьников. Подробности узнаем у Натальи Мальчиковой. Дистанционный проект призван занять школьников по всем направлениям их интересов. Онлайн-марафон при этом рассчитан на весь день. И прямо сейчас мы можем наблюдать, как проходят занятия по программе «Занимательный час». Актуальность проекта очевидна. Поддержать и направить ребят в нужное русло. Понятно, что многие сидят в компьютерах, так пусть сидят с пользой. В проект приглашают профессиональных педагогов, спортсменов, психологов, да и просто интересных людей, известных в различных сферах деятельности. Они проводят мастер-классы, тренинги, делятся советами, как построить день. Формат марафона самый, что не есть подходящий. Наша тема невероятно велика. Велика, причем в прямом и переносном смысле. Мы с вами вместе отметим величайший праздник – 75-летие Победы. А, кстати, какого числа завершилось это событие? Уверен, кто ответил 9 мая, большой молодец и учится на сплошные пятерки. Нам захотелось как-то, вот я говорю, оживить, как-то представить более позитивно. Но и в то же самое время, я говорю, очень хотелось, чтобы наши горожане знали город. Показывают родителям, и они с удовольствием сидят вместе, листают этот журнал. Хотелось также сподвигнуть, чтобы дети больше узнали о своих предках, о своих прадедушках, о своих дедушках, и тем самым сподвиглись на творчество. Пусть это будет маленькое зернышко, но оно поселится в сердцах, в умах наших деток. Знание истории страны, своей семьи – это то, чем можно гордиться. Также в рамках марафона под девизом «Верь в себя, ты талантлив» стартовал фестиваль детского творчества «Звездный час». Фестиваль видеороликов «Звездный час», где может принять участие каждый желающий. Отбираются три лучшие работы, которые будут награждены 1 июня в Международный день защиты детей. Вечером ребята вместе с родителями могут продолжить участие в различных дистанционных и онлайн-конкурсах. Их 9 по республике и 17 по столице. Смотреть эфир и следить за анонсами можно через ссылки на официальном сайте Управления образования и в соцсетях. Лучших участников проекта ждут награды. Итоги подведут 1 июня в День защиты детей. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Чебоксарцам предлагают выбрать мелодии для будущего музыкального фонтана на Красной площади. Голосование стартовало в социальных сетях и на официальном портале «Открытый город». На выбор горожанам предлагают более 10 композиций, среди которых вальс цветов Петра Чайковского, весенние воды Сергея Рахманинова, русская народная калинка-малинка. Можно предложить и свой вариант родных напевов. Фонтан на Красной площади будет не только музыкальным, но и с ночной подсветкой. Струи воды сооружение будет выбрасывать на высоту до 4 метров. Для посещения Красная площадь откроется в июне. Голосование за мелодии для фонтана завершится 25 апреля. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова